Я хотел еще показать пару примеров того, что можно делать. В частности, я недорассказал немножко про Streamlit в прошлый раз. Но не то, чтобы недорассказал. Понятно, что можно открыть документацию и прочитать. Но один из примеров того, что можно легко сделать, я сейчас хотел показать. Вот, допустим, у нас есть какой-нибудь DataFrame. Давайте я, может быть, просто... Сейчас все здесь снесу, что у меня тут было. Кстати, чем хороша система контроля версии, тем, что можно сейчас, например, закоммитить изменения, которые мы сделали. Значит, это делается с помощью команды commit. И вот здесь видно, какие изменения были внесены. И, соответственно, дальше я делаю commit. То есть это означает, что я сохраняю эти изменения. Ну, либо в некотором временном хранилище, либо позже, когда я... Значит, сейчас я... Ага, сейчас меня просят добавить commit message, то есть описание этих изменений. Давайте я напишу, что я делаю. Заменить stream read line chart with... See more. В этот момент изменения сохраняются в некотором локальном хранилище, которое на моем компьютере есть. Но я могу их отправить на сервер. Это называется git push. И все. Теперь они хранятся на GitHub. Никуда тут не делаться. Значит, ну, на самом деле я это сделал. Но давайте теперь я все снесу, весь этот код и напишу заново какой-нибудь пример. Давайте скачаем какой-нибудь датасет. Скажем. Наши MDB 5000. Субтитры сделал DimaTorzok. на самом деле здесь есть некоторая особенность хорошо давайте добавлю какую-нибудь переменную здесь чтобы это было посимпатичнее а значит есть некоторая особенность этого самого стрим лита в том что каждый раз когда мы запускаем делаем какое-то изменение с интерфейсом нажимаем на кнопку двигаем конец слайдер он перезапускает код сначала поэтому если у вас есть какие-то действия которые происходят достаточно медленно требует большого количества ресурсов это не очень хорошо потому что в этом случае но представьте себе что вот я каждый раз когда я буду чуть-чуть двигать какой-нибудь слайдер у меня каждый раз весь этот датасет там на 5000 наблюдений будет в очередной раз скачиваться с сервером это как-то не очень хорошо поэтому давайте мы обернем эту функцию а и добавим вот такую штуку значит это некоторый новый синтактическая некоторые новые синтактической конструкции мы с таким по-моему раньше даже не сталкивались эта штука называется декоратором и она что-то делает с той функцией которая написана ниже я не очень хочу сейчас углубляться в синтакс декораторов вряд ли вам понадобится самим писать декораторы но просто нужно не пугаться того что вы меня здесь видите давайте я посмотрю правильно ли я использую этот декоратор чем это можно стрим лид кэш да вроде правильно и теперь сделаем вот так что значит что произошло что поменялось теперь у меня вот эта вот функция get data она устроена следующим образом когда она запускается в первый раз она выполняет все что здесь сказано то есть честно считает наш датасет из интернета и вернет его но одновременно с этим она сохранит этот датасет в памяти и поэтому когда мы будем запускать следующий раз она уже не будет его скачивать запустится просто запустится увидит что этот датасет хранится где-то памяти в кэше и после этого и после этого значит заберет эти данные из кэша это будет мгновенно значит это первое и второе давайте сделаем какую-нибудь визуализацию значит во первых если я просто напишу например df здесь то он мне этот дата фрейм просто покажет на экране давайте посмотрим сработает это или нет значит что мне нужно мне нужно просто открыть это в браузере давайте посмотрим видно не видно так нет что-то у меня не сработало потому что видимо я не тот адрес добавил потому что надо было не этот адрес добавить а адрес настоящий это адрес страницы этой csv а мне нужна сама csv значит это то что вот здесь вот есть по кнопочке download ее можно скачать значит можно это на самом деле кнопочка это на самом деле ссылка и я просто скопирую адрес этой ссылки и напишу здесь что мне нужен этот адрес давайте посмотрим еще раз вот здесь видно что она потратила какое-то время на то чтобы запустить эту функцию и вот запустила и как видите здесь у стремлита уже написано чем он хорош тем что у него написано много всяких таких функций которые позволяют упростить работу с упростить отображение каких-нибудь данных ну вот например здесь есть как видите функция которая просто отображает датасет пришел в таком приятном формате можно его сортировать по колонкам можно смотреть все столбцы и в общем довольно хорошая штука но давайте предположим что я не хочу не просто допустим сортировать по колонкам а я хочу делать какие-то запросы к этому датасету ну вот например я хочу посмотреть скажем выбрать какого-нибудь конкретного режиссера посмотреть фильмы которые относятся к этому режиссеру ну и тоже можно сделать достаточно сделать какую-то такую штуку смотрите значит я сейчас хочу такой виджет в котором я мог бы выбрать один элемент из нескольких например и это делается здесь есть всякие разные виджеты давайте посмотрим какой нам сейчас нужен где у нас здесь input виджет вот они multi-select select box тексты color picker я думаю что нам нужен вот этот select на выбрать один элемент из нескольких ст-select box давайте здесь ему нужно передать передать список из которого мы будем выбирать давайте мы например возьмем самые допустим 10 самых самых часто встречающихся режиссеров значит чего мне нужно деф директор посмотрим директор нейма называется директор нейма называется надо все-таки сначала получить данные директор нейм допустим я хочу просто пересчитать их допустим взять первых 10 и так сделать так что там какие у нас еще параметры этого select box лейбл и опшнс лейбл пусть будет директор и давайте здесь сделаем что мы будем отображать не все а только только того режиссера который выбран похоже это на правду посмотрим заработает не заработает директор 26 нет это явно не то что я хотел а потому что это values а мне нужно было наоборот не values а индекс мне нужно были их имена давайте еще раз попробуем так стивен спилберг сейчас что-то я написал x директор нейм равняется директор вот как должно было быть смотрите теперь работает значит вот я теперь могу выбирать режиссера и смотреть только на тот кусочек датасет который относится к этому режиссеру красота давайте какую картинку нарисуем допустим у нас есть есть время какое-нибудь чего у нас тут тайтл яр есть и mdb score допустим я хочу просто сделать картинку допустим line plot x равняется title y равняется mdb score и дата равняется div selection посмотрим как это будет работать так а никак это не работает потому что мне нужно было опять сделать pltm вот и а и 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 например и нам показывала бы нам опять же с помощью каких-то интервьюных элементов чтобы можно было тыкнуть на конкретную точку и посмотреть что там какой-то фильм и так далее вот но вот какой-то пример такой не очень сложной интерактивности как видите мы сделали что-то более-менее содержательное буквально 10 строчек код написали вот значит это первая штука который хотел показать не появились ли какие-нибудь вопросы ну поехали тогда дальше смотрите вторая вещь которая хотел показать не относится к стрим лид относится к другому сюжету мы с вами обсуждали всякий веб скрепинг и писали какие-то скреперы которые там заходили на сайт искали какие-то элементы дальше по необходимости кликали по каким-то ссылкам что такое вот но это все была такая какая-то более-менее ручная работа а если нам нужно в некотором смысле мы когда все это делали мы очень в таком очень подробно объясняли компьютеру че нам нужно сделать что нужно зайти вот на конкретно вот эту страницу найти там конкретно вот этот элемент и так далее проблема значит этот подход нормальный до тех пор пока вам не нужно скрепить реально много потому что если вам нужно скрепить много то это скорее всего означает что вы хотите работать в асинхронном режиме это означает что когда вы сделали запрос значит вот в том коде который мы всегда использовали это с помощью просто реквест с или там селением или еще чем-то в этом роде у нас вся жизнь устроена так мы делаем запрос потом ждем когда сервер нам ответит и это не всегда оптимально с точки зрения производительности я почти никогда не оптимально потому что на самом-то деле мы могли бы сделать в тот момент когда мы ждем что нам сервер ответит мы в принципе могли бы делать еще что то например делать какие другие запросы может быть другому серверу может быть к этому же серверу вот но для того чтобы такой вот писать нужно в целом есть такая есть такая область программирования как асинхронное программирование когда вы пишете такой код который выполняется параллельно допустим вы пишете код который выполняется параллельно на разных процессорах или просто разных компьютерах но это не всегда просто в питоне есть соответствующие элементы для асинхронного программирования есть там что называется async await все такое прочее но это отдельно отдельная история мы этого не обсуждали обсуждать очень-то не будем потому что для скорее всего в нормальной жизни это скорее всего не понадобится если это понадобится конту очень как очень специальном контексте типа вот веб скрепинга то для этого есть какими специальные библиотеки которые это умеют но давайте как раз одну из этих библиотек сейчас покажу значит давайте создам новый проект и это будет давайте что это будет скрепи тест значит есть такая библиотека который называется скрепи а сейчас только я не помню сколько там букв п скрепи сейчас найдем да с 1p значит и это такой очень продвинутый веб скрепи давайте мы еще с установим и так он у меня устанавливается давайте я покажу что такое тот самый скрепи это как бы такая библиотека которая не просто позволяет отправлять какие-то конкретные запросы на сервер и получать ответ а это что которая заточена на написание таких веб-пауков то есть таких скриптов которые ходят по разным страницам эти страницы скачивают вытаскивают из них какую-то информацию дальше переходим на какую-то другую страницу и и так далее ну то есть если вы представите себе как допустим работает какой нибудь google конь поисковой системы то работает например на так то есть это такой у них есть модуль который занимается тем что вот просто так ползает по разным сайтам и забирает от них информацию и собственно говоря скрепи нужно ровно для того чтобы таких пауков писать вот он у меня установился и давайте попробуем что-нибудь такое с ним сделать значит он существенным образом использует объектно-ориентированное программирование то есть суть в том что здесь практически вся механика она скрыта внутри этой библиотеки нам предлагается написать какие-то писать какие-то отдельные кусочки которые как раз отражают логику того что нам нужно ну давайте возьмем какую-нибудь задачку ну вот скажем давайте возьмем статью в википедии такого веселенького давайте возьмем вот эту вот статью про африканского пушистого погоныша вряд ли можно найти что-то лучше и давайте сделаем такой задать попробуем решить такую задачу я хочу взять эту статью и пройти по каждой ссылке из этой статьи пройти по каждой ссылке а после этого отсюда снова пройти по каждой ссылке но и теоретически так можно ходить довольно долго но мы долго ходить не будем потому что даже если мы там сделаем три шага то это уже будет мы думаю что мы скачаем половину википедии поэтому мы попробуем сделать там типа один или два шага и попробуем собрать информацию просто ну там про эти статьи просто я хочу восстановить набор связи между этими статьями допустим что я просто хочу от каждой статьи получать информацию про то как она называется и какие ссылки с этой статьи у меня есть на другие статьи и при этом я хочу вот так вот прокликать не только эту статью но и дальше значит как это делается мне для этого нужно сделать такую штуку собственно говоря я просто сейчас смотрю вот на этот пример из документации а давайте я просто скопирую и чуть-чуть его сейчас адаптирую для наших целей значит давайте как-нибудь его назовем пусть это называется вики спайдер давайте мы начнем с вот этой статьи про африканского пушистого погоныша значит как видите мы сейчас создаем некоторый класс который наследует от класса определенного внутри самого скрепи то есть это означает что там есть какой-то большой класс который уже написан а мы в нем фактически заменяем одну функцию вот эту вот функцию парс мы меняем на что-то свое на такую функцию которая бы объясняла какие именно данные нам нужно брать от каждой статьи дальше алгоритм работы этого скрепера такое что вот эта вот функция вот в этой функции парс есть вещи про которые написано про которые написано что какую информацию мы хотим именно сохранить собственно вот она эта информация а есть штуки которые говорят по каким страницам мы еще хотим перейти это вот эта часть значит здесь в этом коде есть ключевое слово хилд с которым раньше не сталкивались давайте я может быть даже сейчас покажу отдельно что это такое я кажется не рассказывал про генераторы не помню рассказывал нет про илд помню нет вот давайте я покажу может быть это проще будет сейчас сделать в юпитер ноутбуке если помните мы когда-то обсуждали такую штуку как итераторы и генераторы значит итераторы это такие штуки от которых можно просить типа дай мне следующий элемент да то есть допустим у меня есть какой-нибудь допустим итератор списка и я дальше могу запускать next от него и он каждый раз будет выдавать следующий элемент до тех пор пока не закончится когда закончился он выдает стоп итерейшн есть разные способы создавать итераторы мы обсуждали что есть способ создать его просто в виде отдельного объекта у которого был бы прописан вот этот метод next который с нижним подчеркиваниями но можно сделать проще а именно можно написать что который называется генератором устроена она так допустим давайте какой-нибудь пример какого-нибудь генератор я сделаю допустим генератор который называется countdown пусть у него будет n и пусть он будет устроен так например давайте пока что я сделал еще более простой тест генератор и устроен он пусть будет вот так давайте еще каких-нибудь принтов сюда понаставлю ну смотрите вот я написал как бы функцию и в этой функции есть вот это самое ключевое слово yield дальше вроде как эту функцию запустил но как видите ничего не произошло не произошло не выполнился ни один из этих принтов значит что эта функция мне вернула вернула она специальный объект если мы посмотрим на тип этого возвращаем значения типом является генератор и генератор это такой способ создавать создавать итераторы то что то что вернулось это на самом деле итератор я могу от него запрашивать next и как видите происходит следующее когда я первый раз делал next от mygen функция наконец запустилась и дошла до вот этого первого yield и next мне вернул то что здесь написано после вот этого первого yield а дальше я сделал еще раз next и как видите на вот на этом сейчас выполнение приостановилось но когда я делаю следующий next выполнение функции продолжается я вижу и сюда этот print выполнился и мне вернулась вот эта пятерка и так далее значит и так будет все продолжаться до тех пор пока я не дойду до конца есть когда я дошел когда функция вернулась у меня происходит стоп итерейшен и все на этом мой генератор исчерпался вот это так работает простейший простейший генератор вот но понятно что генераторы нужны не для того чтобы делать вот такие вот простые штуки а для того чтобы делать что-то более интересное ну например можно сделать генератор каунт который будет устроен так допустим у меня есть хорошо пусть будет так значит вот смотрите я написал саму что я навести хрестоматийный бесконечный цикл while true и из изнутри этого while true никак нельзя выйти но меня это никоим образом не смущает потому что потому что на самом деле хоть этот цикл бесконечный бесконечно выполняться не будет но по крайней мере если я не помещу этот итератор внутрь цикла фо но видно что я могу вызывать к нему next сколько хочу раз и каждый раз он будет выдавать следующий следующее число то есть я буду вечно крутиться вот этого цикла while но в этом нет никакой проблемы потому что каждый шаг этого while он происходит не автоматически он происходит вот по отдельному запросу каждый раз когда я говорю next вот но но вот так лучше не делать вот тут вот сейчас классический бесконечный цикл единственный способ остановиться это просто прервать работу кернел интерапт ну и как видите вот до 57 миллионов мы досчитали вот ну вот такая штука такие генераторы на самом деле полезная вещь но давайте теперь вернемся к скрапе и давайте посмотрим то есть на самом деле вот это вот вот эта функция parse она на самом деле как раз генератор и цель этого генератора в том чтобы по запросу next возвращать очередной объект либо объект который нужно добавить к выходному выходным данным выходной табличке табличка которую мы хотим получить либо вернуть объект под названием response follow это означает что мы хотим как бы перейти по ссылке и соответственно в этом случае это самый наш спайдер по этой ссылке как бы сделает клик но давайте подредактируем какую информацию мы хотим от очередной страницы значит чего я хочу я хочу с каждой страницы хочу вытащить ну во первых хочу вот эту штуку вытащить название давайте посмотрим где она здесь находится а значит видно что это h1 у которого есть айди first hitting и это очень хорошо потому что это позволяет нам написать ссс selector значит first hitting и меня интересует ну собственно говоря вот эта вот штука однозначно идентифицирует объект на веб странице который мне нужен и дальше я хочу от него текстовое содержимое это делается вот так вот я добавлю это по идее должен быть просто заголовок этой страницы ну а давайте посмотрим как все это будет работать все остальное я пока закомментирую давайте я скажу просто что мне нужно один раз вернуть этот заголовок и все больше никуда не ходить теперь я хочу запустить этот скрепер его нужно запустить не просто так а вы нужно запустить с помощью специальной команды опять же мне нужно открыть командную строку и так давайте посмотрим как точно это сделать скрепи ран спайдер спайдер как мы его там назвали скреппи тест давайте посмотрим получится что-то получилось так что-то ему не понравилось значит request а этому она она наверное мне понравилось то что вернулась просто строка давайте мы вернем ему не строку а например ну хорошо если я скажу что давайте мы вернем словарь title двоеточие такую штуку о вроде заработало значит можно ему теперь сразу сказать чтобы он бы сохранил бы эту штуку куда-нибудь значит допустим тейбл точка csv давайте посмотрим и появилась тут такая таблица или нет или я сейчас как его сохранить может быть небольшая а маленькая а тут нужно да вот значит вот таким вот образом я могу сообщить этому самому скреперу что мне нужно сохранять результат в табличку csv значит вообще когда вы запускаете команды из командной строки то как правило эта штука устроена так пишите название команда потом через пробел какие-то опции и эти опции могут быть например вот в данном случае это просто какая-то команда вот этого скрепи дальше здесь допустим файл к которому применить а дальше могут быть какие-то опции которые являются необязательными и они как правило вот так вот начинаются с минус в данном случае минус о это означает что я передаю опцию под названием но это о в данном случае это аутпут сокращение от аутпута я говорю что я хочу передать название файлов которые нужно сохранять результат и собственно теперь можно посмотреть что у нас там сохранилось да вот он title африканский пушистый погоныш да он что-то два раза даже сохранил почему-то не знаю почему два раза наверное потому что интересно можно ему сказать чтобы он каждый раз бы этот файл создавал заново ну ладно можно просто его удалить давайте его удалю и попробую еще раз запустить чтобы посмотреть что все работает запустим да вот скачался и сохранился ну и давайте теперь сделаем что-то более интересное значит чего я хочу я на самом деле хочу восстановить такой граф из статей значит я хочу найти все ссылки давайте посмотрим значит это что такое это у нас ссылки давайте я воспользуюсь какими селектор гаджетом чтобы найти те ссылки которые мне нужны так значит мне нужен хром есть метод селектор гаджет есть метод селектор гаджет вот эти тоже не хочу так вроде бы похоже на то что я получил ровно те ссылки которые мне нужны ссылки на другие статьи похоже на правду значит селектор вот такой п а внутри п а а интересно правда почему он а потому что эта штука внутри спана я понял хорошо значит давайте возьмем вот этот селектор и запустим его сюда значит чего я теперь хочу я хочу response css значит это все мои ссылки для каждой из этих ссылок я хочу сделать две вещи во первых я хочу добавить эту ссылку в список возвращаемых значений значит у меня есть давайте я вот эту вот штуку сделаю один раз и давайте я окей давайте я сделаю так что вот это у нас как бы я хочу сохранить такой граф в котором будет написано откуда куда стоит ссылка значит откуда с моей текущей страницы куда на новую страницу а новая страница так видимость нужно писать линк и видимо нужно сделать значит как бы мне получить от этой ссылки видимо вот так получить давайте попробуем так это я пока просто хочу скачать все ссылки с текущей страницы давайте запустим посмотрим что будет так давайте сотру эту цсв давайте посмотрим что получилось да похоже на правду значит как видите это у нас цсв действительно все разделяется запятыми и значит есть давайте посмотрим лад птиц журавлеобразных оперением и так далее и да это действительно действительно наши ссылки но пока что это была простая штука потому что мы просто обработали одну страницу давайте мы теперь скажем что мы хотим не просто обрабатывать текущую страницу а что мы хотим кликать по каждой ссылке значит для этого мне нужно сделать такую вещь значит в качестве возвращаемого объекта вернуть теперь значит response follow наверное просто нужно follow по этой ссылке давайте попробуем так self-parse так давайте попробуем что-то такое запустить единственное что нужно проверить чтобы не слишком далеко мы уходили за если не слишком далеко прокликивали для этого нужно сделать ограничения значит я как всегда не помню ну-ка давайте посмотрим есть здесь документация скриппер спайдер а вот кстати как значит если я пишу маленькую букву о то он добавляет те элементы которые он соскрепил в файл а если большую о то он его будет перезаписывать хорошо а как здесь ограничить сейчас что у меня где-то было помню что год назад я с этой проблемой тоже сталкивался и как-то я ее решил да а вот она как решается set так давайте попробуем давайте начнем с депт лимит 1 да смотрите значит что сейчас произошло я сделал один клик по каждой ссылке теперь у меня не только не только мой погоныш не только строчки про погоныша но и есть строчки соответственно не про то какие ссылки содержатся на каждой из этих страниц ну-ка давайте посмотрим сколько у меня получилось в результате сколько сколько строчек в моей таблице получилось 5000 строчек ну хорошо то есть это означает что там на первой странице было 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 70 ссылок значит на второй странице было уже дайте прикинем значит если у нас на каждой странице по 70 ссылок на следующей странице то сколько ссылок можно ожидать если я сделаю еще один клик если увеличена один а значит у меня там 70 70 в квадрате это 5000 да это как раз примерно то что мы видим не ну хорошо 343 тысячи мы может быть сейчас соберем 343 тысячи наблюдений давайте попробуем значит я сейчас разрешаю этому спайдеру делать два клика и ну понеслось работает ну вот сейчас видите он здесь говорит что какие-то ссылки он игнорирует потому что глубина слишком большая то есть он не пытается несмотря на то что здесь мы ему сказали как бы проследовать по очередной ссылке но поскольку мы поставили это ограничение на глубину то он не делает этого не следует ну вот ну вот как видите сбор данных происходит быстро потому что ну по крайней мере не так как у нас обычно это бывает когда мы делаем когда мы пишем скрепера вручную потому что здесь много запросов отправляются параллельно не всякий сервер любит когда к нему приходит много параллельных запросов ну а я надеюсь что википедия справится с нашим скрепером и давайте подождем когда все со скрепится и конечно граф растет очень быстро со скрепером совсем скоро что любит поэтому как Да, хороший вопрос. Значит, принципиально ли работать через PyCharm? И ответ – да, принципиально по двум причинам. Первая причина в том, что, как видите, нам приходится запускать не просто запускать вот этот вот код, а я запускаю какую-то отдельную утилиту, собственно говоря, вот команду, которую я запустил. И это была команда типа там Scrap и чего-то там, Scrap и RunSpider. Соответственно, что при этом происходит? Это не просто вот этот код запустился, а запустилась отдельная программа, которая что-то сделала с этим кодом и как-то его запустила в каким-то правильном образом. Как видите, у этой команды есть там свои опции и так далее. И мы этого не могли сделать, запуская из-под Юпитера эту штуку. Вторая причина в том, что эффективная работа этого кода, она связана как раз с асинхронными, с этим самым асинхронным программированием. И из-за этого… Да, а с другой стороны, сам Юпитер, он сам… Это самая штука, которая тоже работает асинхронно, потому что она ждет, когда вы введете какой-то ввод, его выполняет, но при этом в тот момент, когда она его выполняет, в принципе, вы можете тоже что-то там параллельно делать. Ну, в общем, короче говоря, там тоже какая-то асинхронная штука крутится. И вот эти две асинхронные штуки, они не могут работать одновременно. Поэтому, в общем, да, здесь как раз… Ну, не обязательно было использовать именно PyCharm. Я мог бы просто сохранить, я мог бы сделать вот этот вот код, написать просто в любом текстном редакторе, потом зайти в любой терминал. Допустим, если это под Windows, то я мог бы запустить там CMD.exe. Если это под MacOS, то я мог бы запустить терминал приложения iTerm. И там зайти в правильный каталог и запустить оттуда все. Но ID-шка, конечно, это немножко упрощает. Здесь все хранится в одном месте. Когда я зашел сейчас в терминал, у меня уже был включен, как бы активирован environment, который мне позволяет работать именно с той версией Python, которая нужна именно вот в этом проекте и так далее. Так что, с одной стороны, да, можно обойтись без всего этого, с другой стороны, со всем этим как-то попроще. Так, ну что, мне кажется, что два перехода – это тоже много. Ну, на самом деле, не страшно. Мы сейчас можем просто в любой момент это дело остановить. Интересно просто, много ли у меня там уже данных собралось. Подайте посмотрим. Это сейчас выяснится, что у меня сейчас весь диск грохнется. Так, как он тут называется? Scrapy-тест. Сколько уже строчек? 181 тысяча строчек. Ну что, мы ожидали, что там будет порядка 350 тысяч строчек. Ну, давайте еще подождем чуть-чуть. Кстати, не факт, что их будет ровно столько. Все-таки граф не обязан расти именно таким экспоненциальным образом. Ну, в принципе, довольно шустро. Видите, пока я тут болтал, уже 200 тысяч строчек собралось. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Как видите, здесь, конечно, весь функционал содержательный, он находится внутри этой библиотеки. И тут приходится как-то внимательно, если вы хотите сделать что-то нетипичное, то вы не можете это сделать быстро руками. Вам нужно разбираться с документацией, как это сделать конкретно с помощью этой библиотеки. С одной стороны, это минус, а с другой стороны, плюс в том, что мы получаем возможность сделать какой-то довольно нетривиальный функционал, буквально с помощью нескольких строчек кода. Можно было, конечно, ограничить, можно было бы кликать не по всем ссылкам, а только там по первым десяти. Тогда бы мы бы не получили такой большой набор данных. Ладно. 250 тысяч собралось. Давайте, я думаю, можно это пока остановить. Значит, я просто... Эээ, что, не останавливается? Я сказал Ctrl-C. Вот, все, остановился. Так, что мы получили? Получили какую-то CSV-шку. Значит, давайте теперь с этой CSV-шкой что-нибудь попробуем сделать. Ну, собственно говоря, мы ее соскрепили, это была первая часть проекта. А вторая часть проекта состоит в том, что я хочу визуализировать тот граф, который мы, кстати, получили. Давайте мы это сделаем просто в Юпитере. И для этого мне сейчас понадобится отдельная библиотечка, которая называется NetworkX. Вообще, есть несколько, ну, как бы, есть разные инструменты, которые позволяют работать с графами в Питоне, но NetworkX – это такой один из стандартных инструментов. Так, это что-то у меня, какие-то у меня дифференциальные уравнения запущены. Нет, давайте я новый ноутбук запущу. Давайте я его установлю на всякий случай. Так. Давайте я еще Pandas открою, мне он тоже пригодится. Ну, собственно говоря, Pandas мне нужен просто, чтобы открыть эту самую CSV-шку. Ну, можно было бы и без Pandas ее открыть, на самом деле. Но давайте уж как проще. Так, как она там называется? Так. Table.csv. Ну, и давайте попробуем визуализировать, чтобы это сделать. Мне нужно так, значит, мне нужно импортировать NetworkX. и дальше жизнь устроена так. Значит, мне нужен... Значит, мне нужно создать граф. Ну, у нас граф ориентированный, потому что у нас это ссылки. и давайте... Значит, чего от нас хотят? От нас хотят список ребер. Или даже... Да, я думаю, что список ребер – это то, что нам нужно. Давайте попробуем. Ну, окей, давайте начнем с того, что просто попробуем посмотреть, как это все работает. Значит, давайте добавим каких-нибудь ребер. Теперь попробуем на него посмотреть. Нет, он так просто не хочет визуализироваться. Сейчас, опять мне нужно подглядеть в какой-то код, который я писал год назад. Нет, потому что там была такая же проблема. А, я просто не сделал Matplotlib Online. Он его, скорее всего, нарисовал, только этого не видно. Да. Значит, ну вот простейший граф я сейчас создал, просто из трех вершин и двух ребер. В принципе, эта штука умеет хранить графы с какой-то дополнительной информацией. Вершинами может быть любой объект, любой неизменяемый объект. И можно использовать это не только для визуализации, но и для всякого анализа графовых данных. На эту тему есть отдельная большая наука, про которую я мало чего знаю. Это анализ сетей, сетевой анализ. Там вычисляются всякие разные характеристики графов, всякие центральности, битвинносы. В общем, короче говоря, есть большая наука на эту тему. Но сейчас, допустим, я хочу просто посмотреть на тот граф, который у нас получился. Значит, давайте создадим новый граф. Значит, то, что он диграф, это слово директы граф, направленный у нас в серебра, это на самом деле стрелочки. Ну и давайте, значит, чего я хочу от этой штуки. Допустим, я хочу просто список строчек получить. Да, как это вообще делать? Может, это была плохая идея создавать список строчек. Нормальная идея, только долго. Так, и, как видите, iter rows. Сейчас, может быть, проще можно сделать. Def values. Может быть, он вот так вот сработает, нет? Нет, не хочет. Нет. 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 Значит, список, список edges. Наверное, он хочет, чтобы мы это превратили. Да. Нет. Спасибо. То есть это список всех статей, до которых мы добрались. Ну и давайте попробуем этот граф сейчас визуализировать. Не знаю, что получится. Он большой. Давайте попробуем. Может быть, это сейчас будет. Что такое? Save this parse has no attribute call array. Хорошо. Давайте я попробую обновить. Что, мне нужно обновить сайпай, что ли? Да, у меня слишком старая версия сайпай. Давайте попробую его обновить. Хотя это может быть нетривиальной задачей. Вроде бы обновился. Давайте я перезагружу ядро, чтобы у нас все версии были бы последние. Хорошо. Возможно, что нарисовать такой граф – это перебор. Давайте попробуем вытащить из него граф поменьше. Значит, допустим, я хочу… Интересно, я могу вытащить под граф. Так, под граф – это я должен перечислить конкретные ноуды. Хорошо. А если я хочу посмотреть на… Ага, вот здесь есть Neighbors. Давайте начнем с вот этого объекта. Давайте попробуем его визуализировать. Вот, значит, это… Интересно, почему только такие стрелочки? По идее, он должен был бы нарисовать все стрелочки отсюда, во все остальные точки, потому что я вроде бы попросил нарисовать мне всех соседей вот этого вот товарища. Но почему-то он нарисовал только две стрелочки. Давайте, может быть, для простоты я сделаю вот что. Давайте я сделаю этот граф обычным графом, ненаправленным. Теперь вообще никаких стрелочек не нарисовал. Интересно, почему. Ну-ка, давайте проверим, действительно ли там никаких ребер нет. Не может такого быть, конечно. Конечно. Я знаю, почему. Потому что я взял только соседей, а сам этот граф, значит, сам вот этот вот объект, я его не добавил. Давайте я его добавлю, и тогда все будет, я думаю, хорошо. Хорошо. Сейчас, а может быть, кстати, здесь есть какая-нибудь функция, которая позволяет сделать окрестность? Нет, просто так нету такого. Neighbors есть. Вот что есть. Можно получить все пути заданной длины. Ну, ладно. Сейчас сделаем по-рабоче-крестьянски. Значит, я хочу к вот этой штуке. Значит, эту штуку я хочу превратить в список и добавить к нему вот эту штуку. Во, теперь есть все ссылочки. Давайте вернемся в направленный граф. Такая штука симпатичная, но ее минус в том, что это просто какая-то статическая картинка, и невозможно ее как-то подвигать, посмотреть, как она устроена в разных местах, посмотреть, что означает каждый из вот этих вот точечек. Поэтому можно использовать другую библиотечку, с помощью которой можно было бы визуализировать граф в таком более интерактивном режиме. NetworkVis, она что ли называется? А, появись Network. Давайте я ее тоже поставлю. Подписывайтесь на мой канал. До встречи. Возвращение следует... ... ... ... ... ... ... Продолжение следует... Допустим, direct.ru, допустим, nobook.ru. Значит, мы используем наш... Давайте вот этот вот подграф. Как-нибудь его все-таки сохраним. Допустим. Допустим. И у меня получаются немножко разные картинки. Это связано с тем фактом, что вообще нарисовать граф на плоскости – это непонятная задача, потому что один и тот же граф можно рисовать по-разному. И здесь используется какой-то алгоритм, который пытается выложить граф на плоскость каким-то хорошим образом, но при этом этот алгоритм, он такой... Значит, там есть какая-то стахастичность. И поэтому при разных запусках получаются немножко разные результаты. И давайте, значит, мы здесь запустим наш подграф. И теперь я хочу на него посмотреть. Что-то я его не вижу. Как его увидеть. А, это show. Он его сохраняет в виде отдельной HTML-ки. И можно посмотреть. О, смотрите, какая красота. Значит, можно масштабировать. Видно про каждую точечку, кто она такая. И можно смотреть. Значит, можно как-то их двигать так, чтобы получше разглядеть какие-то отдельные кусочки. Вот у нас была ссылка на мадагаскарского. И здесь была ссылка на... А, это все ссылки на английский язык. Видите, здесь много ссылок на англ, потому что это английский язык. Это мы, кстати, не совсем те данные собрали, которые хотелось бы, потому что, наверное, хотелось бы все-таки собирать название. Не тот текст, который написан, а текст именно названия статьи, на которую мы переходим. Но там его надо было как-то, видимо, более хитро собирать. Ладно. В общем, и так нормально. Вот. Ну, значит, мы, конечно, собрали гораздо больше данных, чем можно отобразить. Ведь нам специально пришлось уменьшать наш граф, чтобы хоть что-то можно было бы увидеть, и чтобы можно было дождаться до момента, когда он нарисуется. Потому что, конечно, граф на 200 тысяч строчек – это много на 200 тысяч этих самых, на 200 тысяч ребер. Но, в принципе, можно применять теперь к этому графу какие-нибудь алгоритмы. Здесь, не знаю, искать какие-нибудь кратчайшие пути, считать какие-нибудь характеристики графов, типа кластеризацию делать. В общем, всякие разные вещи там есть. Это отдельная большая наука, но мы, конечно, не будем ее подробно обсуждать. Отдельный курс надо делать по сетевому анализу. Вот. Но, по крайней мере, если вы столкнетесь с графами данными, то теперь вы знаете, что есть специальные инструменты для этого. Можно в это дело углубиться. Вот. Вот такая история. Значит, есть ли какие-нибудь еще вопросы? Окей. Ну, и запросов нет. Тогда все на сегодня. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok